Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня во вторник за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 10, стихи с 9 по 15. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Глава 10, стихи с 9 по 15. 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 «Ибо трудящийся достоин пропитания». Пояса, которые носили иудеи, были довольно широкими и двойными. В двойной части пояса носили деньги, а потому пояс был одновременно и кошельком. Под суммой можно понимать, во-первых, обычную сумку или мешок для провизии, в котором носили еду, во-вторых, нищенскую сумму, с помощью которой странствующие философы собирали деньги, обратившись с речью к толпе. Блаженный Иероним Стридонский замечает, эти повеления он последовательно дает благовестникам истины, которым выше сказал, даром получили, даром давайте. «Ибо если они так проповедуют, что не берут платы за это, то тогда излишним было бы обладание золотом, серебром и деньгами, так как, имея у себя золото и серебро, они казались бы проповедниками не ради спасения людей, а ради выгоды». Господь также призывает не брать дополнительных одежд, обуви или посоха, освобождая тем самым от всякой земной заботы, которая послужит препятствием в деле проповеди Евангелия. Наконец, замечая, что трудящийся достоин пропитания, Христос обращает внимание на то, что Бог не допустит, чтобы Его служители были лишены необходимого для жизни. И действительно, иудейские раввины не получали какой-либо платы, но в то же время оказание поддержки раввину считалось привилегией и обязанностью человека. И, конечно, человек, радующийся евангельской проповеди, снабдит проповедующих всем необходимым, а потому Спаситель замечает, «В какой бы город или селение не вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете». Под «достойным» Христос подразумевает человека, способного и желающего принять евангельские вести, гостеприимного, богобоязненного, набожного, честного и жаждущего спасения. Святитель Иоанн Затауст пишет, «В самом деле, если принимающий вас человек будет достоин, то он непременно даст вам пропитание, особенно если вы, кроме необходимого, ничего более не потребуете. Но Христос не только повелевает искать достойных, но и не переходить из дома в дом, чтобы ни принимающего не оскорбить, ни самим не подвернуться нареканию, в чревоугодии и легкомыслии». Приветствие «мир дому сему» считалось у иудеев обычным, поэтому Господь заповедует, «Входя в дом, приветствуйте его, говоря, мир дому сему». И поскольку такое приветствие принесет мир лишь тому дому, который примет проповедников радостно и с чистым сердцем, Господь добавляет, «И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится». Необходимо также отметить, что у иудеев существовал обычай отрисать пыль от своих ног по возвращении из языческих стран, поскольку они считали, что сама земля и пыль, по которой ходят язычники, нечиста. И так как апостолы должны были показать отвергнувшим проповедь о Христе, что они считали их нечистыми и ответственными за свою нечистоту, Спаситель указывает, «А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших». Блаженный Феофилакт поясняет, «Господь желает, чтобы они отрясли прах, показывая этим, что они ничего не взяли там по причине неверия их, или же свидетельствуя, что тот путь, который они прошли, был очень длинным, и они совершили его без пользы». Из строк сегодняшнего евангельского чтения следует, что Христос желал, чтобы более чудес апостолы славились скромностью и умением довольствоваться малым. В простоте своего сердца, как и некогда божественные ученики, мы с вами, дорогие братья и сестры, являемся живым примером веры, по которой весь внешний мир судит о нашем Боге и Его Царстве. Вокруг нас всегда есть люди, которым нужна наша вера, которые с глубочайшим интересом готовы вслушиваться в слова о покаянии и о Христе. Не оставим же их в суете наших повседневных дел, приводя их в Церковь Христову, делясь с ними радостью пребывания в Царстве Божьем. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи!